в этот день те люди которыми ты восхищаешься убили 184 ребенка порадуйся вместе с ними ты же разделяешь ли взгляды урод подавись своих своей желчи человек с ником g я не разделяю никаких взглядов которых ты говоришь и для меня это такая же великая трагедия то что произошло в безлане просто я в отличие от таких как ты я предпочитаю называть виновниками тех людей которые действительно в этом виноваты тех кто убил этих детей при этом не снимая ответственность из тех по чьей вине стало возможным убийство эти дети поэтому я ник никого в этой истории не оправдываю имея это ввиду я осуждаю всех был к этому причастен тумсо трагедия в безлане это дело рук российских спецслужб трагедия в безлане за убийство этих детей непосредственно расстрел этих детей несет ответственность российское государство но это не снимает ответственность из тех кто поставил под угрозу этих детей просто мы когда мы говорим что этих детей убил путин что их убило российское государство мы говорим о том кто в них стрелял непосредственно если было совершено это преступление эти дети были взяты заложники это российское государство обязана было в первую очередь побеспокоиться о жизнях этих заложников а не расстреливать их не расстреливать школу полную переполненную заложниками 1200 человек вы представляете себе они они обманывали всех и россиян и мировое сообщество обманывали говорили что сначала они называли число в сто с чем-то заложников потом они в итоге 300 по моему с чем-то назвали а их было 1200 и вы представляете переполненную эту школу где было 1200 заложников они расстреливали из танков гранатометов и огнеметов не говоря уже там о стрелковом оружии поэтому ответственность за смерть этих детей несет российское государство но это не снимает ответственность из тех кто захватил эту школу конечно они тоже несут непосредственно ответственность за все это это было преступление безусловно оправдывать его никак мы не можем но при этом нужно называть главных виновников всего этого том что помимо фильмов давно существует сайт правда без лана где есть все многотомные документы смело посылаю всех людей туда пусть смотрят и читают да здесь просто видите когда начинается когда какая-то информация начинает массово лица со всех ресурсов то больше людей об этом узнают одно дело когда есть сайт но мало кто будет целенаправленно искать эту правду на этих сайтах а когда тебе с одной с одного канала с другого постоянно об этом говорят то хочешь не хочешь люди об этом слышат какие-то какой-то интерес к этой информации появляется люди начинают задумываться и самое главное что здесь эту информацию ведь дает там не тумсо или еще кто кто-то да эту информацию дают матери веслана это они называют ответственных за убийство этих детей они рассказывают всю эту правду которую так не так не хочет государства чтобы эту правду рассказывать и никто не может обвинить матерей веслана в том что они какие-то там чем-то они заинтересованы что они какие-то там агенты иностранных спецслужб пятая колонна и так далее как раз таки вот это и есть те люди которые абсолютно беспристрастны те кто пострадали в этой благ главные пострадавшие в этой ужасной трагедии митрандир орландур этих детей убила твоя власть пожертвовала сотни детей ради того чтобы достать трех человек четырех человек на самом деле они сделали это не для того чтобы достать трех четырех человек здесь очень важно понимать что то что сделал путин по сути это было очень эффективно сейчас мы перейдем такие немного кочунственные рассуждения это не значит что я как это оправдывает просто я я пытаюсь понять как думал путин как он принимал эти решения и с точки зрения эффективности того что он сделал это было очень эффективно безусловно то есть убив этих всех детей 300 там сколько 200 чем-то вам детей погибло а точнее общее число 200 чем-то человек погибло из них 100 с лишним детей вот представьте себе путин приняв решение убить этих детей по сути он дальше уже закрыл двери к подобным подобного рода террористическим актом было как бы это с точки зрения вот этой кощунственной логики путинской было ли это эффективно да конечно это было эффективно потому что после этого как бы уже любой кто таким образом пытался решить проблему войны в чечне захватить где-то заложников и поставить условия вывести войска эти люди уже поняли что это не имеет смысла что путин если он убил детей граждан своей страны то он ни перед чем больше не остановится ты хоть что угодно теперь там захватывает ядерный реактор захватить путин пойдет на уничтожение и этого ядерного реактора и город если надо он полностью и район и область всю уничтожит то есть он как бы показал путин показал тем самым этому миру что для него нет никакой ценности нет детей там не области вот всей россии плевать он не хотел он пойдет на любые жертвы так что совершать подобные подобного рода теракты смысла нет как он это показал с этой точки зрения абсолютно отвратительно кощунственно это было конечно же эффективно но здесь есть обратная сторона этой истории это то что абсолютной ценностью является жизнь человека тем более жизнь ребенка и когда вопрос касается жизни детей то здесь должна отключаться любая это политическая там выгода и все остальное здесь нужно было думать вот первая задача должна была быть такой спасти этих заложников первую очередь детей это должна была быть первая задача и ради этой задачи должен был обязан был хоть войну остановить хоть капитуляцию подписать хоть чечне и весь кавказ еще отдать он должен был идти на все что угодно там должны были проходить переговоры он должен был идти на уступки вот так должен был это все работать и в этом плане оказалось что ельцин ельцинское правительство тогда черномырдин и так далее они были куда гораздо более либеральными это слово либеральная которая сейчас такое модное которое по сути означает что либеральная ценность это абсолютная ценность человеческой жизни и вот оказалось что ельцинская мафия была гораздо более либеральной чем путинская и это не не удивительно потому что ельцин не был выпускником спецслужб он не был работником кгб дону кадровым по крайней мере а путин он человек из спецслужб поэтому у него совершенно иначе работает мозг для него совершенно другие ценности они очень человеческие жизни том числе и детские жизни они рассматривают как расходный материал дело просто в цене и вот он смотрит что здесь как бы для него в его в этом списке ценностей в этом графике что у него более для него ценно и вот в этот момент когда он видимо принимал решение он подумал что решил что решение этой проблемы таким образом будет ценнее чем жизни этих детей и пошел на убийство тимур справедливый саламу алейкум сегодня в осетии дни скорби о погибших в бесслане мы всем народом проклинаем басаева и весь его род и всех кто к этому причастен каким бы ты его не считал героем он подлый мерзкий безжалостный и беспринципный подонок тебе томсо желаю здоровья и мирного неба над головой тимур справедливый я не буду здесь с тобой спорить ты думаю что любой человек который причастен как-то к этому горю он имеет право на то чтобы давать этому свои оценки и в том числе и такие нелестные в адрес басаева и любого другого человека поэтому я тебя лично не никак не осуждаю и не навязываю тебе какого-либо мнения но одно я тебе точно скажу точно так же как ты проклинаешь басаева и всех тех кто причастен к этой трагедии ты еще назвал там урод басаева хотя я не знаю при чем здесь урод если ты действительно тимур справедливый то точно также проклинает всех тех осетинских преступников которые участвовали в алдынской трагедии в убийстве мирных людей и вообще всех 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 твоих 1 в общем людей из твоего народа которые служили в этой армии и в рядах этой армии приходили убивать и убивали мой народ проклинает также их тоже будет справедливо справедливым тимур байсангур согласен ли ты с утверждением что вступать в переговоры с так называемым неприемлемо а ст неприемлемо поскольку если пойти на какие-то уступки то акты будут продолжать нет я не согласен я не уйди отсюда я убежден что наоборот нужно такие вопросы где на кону стоят жизни людей ни в чем не повинных наоборот нужно это пытаться решить с помощью переговоров каким как как-то нужно избегать подобного рода жертв потому что то что было то что случилось в безлане то что случилось норд-осте это просто не не простительные преступления российской власти это отвратительно так вот этого лечь бис тимур справедливый ты подонок не шастный ты не стоишь ногти басаева шамиль басаев герой чанского народа если он совершил бы тысячу таких бесланов иншалла в будущем такие подонки как ты будут отвечать своими языками за оскорбление басаева не шалашем ильбасаев герой всех чеченц видите есть разные мнения поэтому я я не хочу здесь выступать в роли судьи пускай тот кто ненавидит басаева он имеет на это право тот кто любит басаева он тоже наверное имеет на это право поэтому здесь я не буду судить у каждого есть своя голова но независимости от этого никто не может сказать что беслан не является трагедией веслан это величайшая трагедия пусть каждый кто не считает если он считает эту трагедию пусть представить что там сегодня в школу пошел его ребенок его сын или дочь из представить через себя это пропустит не и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok